Один день Решил пойти по стопам родителей. Устроился в доменный цех металлургического предприятия «Тула-Чермет». Утро металлурга начинается стандартно. Легкий завтрак, душ, дорога на работу. Мое утро начинается в 7 утра. В 7 утра встаю, пью чай, ем пару бутербродов и умываюсь, выхожу на работу. На работу я добираюсь на личном автомобиле. Благодаря ему у меня появилось время неподольше поспать. Кирилл Емельянов – машинист разливочной машины. Это профессия для настоящих мужчин. В работе с раскаленным металлом важна осторожность и никуда без мастерства. Суконный костюм, маска, перчатки надежно защищают металлурга. Машинисты работают по 12 часов. Придя на работу, Кирилл первым делом принимает смену и выясняет, в каком состоянии находится оборудование. Давай, удачно отдохнуть. Задача машиниста – превратить огненный расплавленный металл в небольшие слитки. В металлургии их называют чушками. За смену экипаж разливочной машины разливает около 1000 тонн чугуна. В среднем это 15-70 тонн ковшей. Чтобы качественно разливать, машинисты должны уметь и ломать, и строить. Перед разливкой надо удалить из желоба застывший чугун, а на ковше слепить носок. Тогда чугун польется быстро и точно. Поставили следующий костюм. Проводим визуальный осмотр, где нужно лепить носок, чтобы попасть в приемный желоб. Паш, давай глину. Спасибо. Чугун из ковша разливается в мульды конвейеров. Наполненные чугуном формы движутся наклонно вверх, охлаждаясь водой через систему орошения. В верхней части мульды опрокидываются, и чугун попадает на железнодорожные платформы. Чугун должен охлаждаться после того, как перетянули, открываем воду. Кириллу необходимо не только следить за процессом разливки, но и управлять им. Управление разливочной машиной сродни вождению автомобиля. Машину надо чувствовать, знать, когда ход усилить, когда притормозить. Работает за пультом Кирилл с удовольствием. Допустили до пульта, значит ты настоящий профессионал, а здесь таких уважают. Устроился я на предприятии где-то 6 лет назад. Взяли меня по третьему разряду, ходил в третьем. Раньше работали по 3 человека на машине. Ходил, перетягивал, смотрел, учился. Вот где-то год назад дали четвертый. Уже поставили лить. Сначала был подменным, подменял. А сейчас все, стал лить. Работа у машинистов ответственная, напряженная. Отдыхать некогда, надо из-за подачи воды следить и за количеством известкового раствора. Им обрабатывают мульды, чтобы чушки легко выпадали. И не забыть сделать пробу для анализа. Тульский чугун славится своим качеством по всему миру. Беру пробу чугуна для отправления в заводскую лабораторию для анализа. Сейчас у Кирилла четвертый самый высокий разряд в профессии. И реальная перспектива стать мастером. Работу металлурга легкой не назовешь. Профессия требует выдержанности, решительности, расторопности, но не суетливости. Машинист разливочной машины должен обладать твердой рукой и точным глазомером. В 8 вечера рабочая смена заканчивается. Время отдыхать и набираться сил. После работы я еду домой отдыхать, готовить ужин. А на выходных я вижу с друзьями. За время работы на заводе молодой человек приобрел личный автомобиль, взял квартиру в ипотеку, встал на ноги. Машинист разливочной машины – профессия, которой можно гордиться и которая позволяет достойно жить. Анастасия Ландратова, Сергей Фоночкин, Телеттула. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова